Всем привет, вы на канале ММА ТОП ШОУ и это ММА Дайджест, все самые интересные и свежие новости из мира ММА. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что связался с командой Ник Адиеса, предложив бой против Дэмьена Майи, но все еще не получил ответа. Совсем скоро отстранение Ник Адиеса подойдет к концу, и для возвращения в дело у Ника все еще нет соперника. Появлялись слухи о потенциальном бою против Тайрона Вудли, но по словам Тайрона, Ник сам отказался от боя по причине... Ну, по простой причине, хотел, чтобы ему заплатили. После этого UFC были в поисках соперника для Ника. Я предложил Нику бой против Робби Лоулера, заявил Дана Уайт, и он отказался. Затем я предложил бой с Дэмьена Майи, но ответа все еще не получил, так что увидим. Если же он откажется от этого варианта, то предложу Хорхемис Гидаля. В этом году истекает срок отстранения от боев бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Вениал Кормье и Энтони Джонсон будет защищать свой пояс в бою против Джона Джонса. Я еще не говорил с ним на эту тему, я думаю, Джонс захочет сразу же подраться за титул и вернуть его. Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг получил травму колена и вернется в дело лишь в мае. Несмотря на все возможные спекуляции британца получить денежный бой против Джорджа Сен-Фьера, Тайрона Вудли и даже рематч с Андерсоном Сильвой, Майкл проведет защиту против бойца, который имеет 8 побед подряд и является контендером номер 1, Елем Ромеро. Данную информацию подтвердил сам президент UFC Дана Уайт. Ромеро слишком долго был в режиме ожидания тайтлшота. Майкл хотел провести рематч с Дэном Хендерсоном. К тому же это был его последний бой, последний бой Хендерсона. Я всегда уважал Дэна. Мы устроили этот бой, но теперь Майклу предстоит защитить пояс против претендента номер 1. Учитывая то, как выиграл Ромеро бой против Вайдмана, он бесспорно заслуживает тайтлшот. Это были все самые свежие и интересные новости из мира ММА. Подписывайся.